Ребята, всем большой привет! Я очень рада приветствовать вас снова в своем канале. Сегодня у нас будет тема, связанная не с альбомами, не с музыкальными ностальгическими пластинками и прочим, а с историей самого интересного бифа. Это война Ники Минаж и Карди Би. Если вы впервые на моем канале, то я советую вам подписаться, чтобы не потерять меня, потому что здесь мы обсуждаем очень интересные темы, связанные с музыкальной индустрией. И сегодня мы собрались здесь, чтобы вспомнить всю хронологию вот этого самого конфликта, с чего же это все началось. Ни для кого это стан культуры не секрет, что эти два артиста уже очень много лет находятся не в совсем дружеских отношениях. Я бы сказала, что это всегда был какой-то конфликт, который не до конца признавали. Вернемся в 2017 год, когда это все только-только зарождалось. Точкой отсчета их взаимоотношений был как раз-таки год восхождения в индустрию Карди Би. В августе она выступала в Гринсборо и репостнула в фит Ники Минаж под названием Wreck-It-Up. В общем-то, тогда Минаж отреагировала на это и репостнула это в ответ. Вышло интервью Карди, где у нее настойчиво спрашивали о влиянии Ники на ее творчество. Она очень тепло восприняла это сравнение и ей, в принципе, было приятно, что ее сравнивают с Ники Минаж. По ее словам, она была легендой хип-хопа. После этого Карди выкладывала ролик с песней Ники под названием Win Again и в целом всячески хотела привлечь ее внимание. Но Минаж почему-то долгое время было на нее все равно. В марте появился инсайт, в котором говорилось о том, что якобы Минаж лайкнула пост, в котором высмеивалась Карди Би. Однако даже до сегодняшнего дня многие считают, что это все было обманом их пересекающейся фан-базы, которые зафотошопили скрин, чтобы столкнуть их лбами. Эту теорию подтвердила и сама Ники Минаж, которая впоследствии просто лайкнула твит фаната, в котором говорилось о этом самом опровержении. Позднее Карди в одном из интервью скажет, что знает, что все чувствуют их биф и противостояние, которое витает в воздухе, но отмечает, что не хочет говорить о ней плохое. И Минаж потрясающий артист, а потому она испытывает к ней только уважение. В том самом фите Кати Пэри и Ники Свиш-Свиш многие увидели наезд на Карди. Клупые рэп-бифы просто получают больше чеков. Моя жизнь это фильм. Я никогда не выхожу на съемочную площадку. Я и мои амиго. Нет, не оффсет. Именно из-за строчки про оффсета мужа Карди Би многие усмотрели в этих строчках попытку Ники Минаж задеть Карди. Разумеется, Карди Би услышала эту строчку и в одной из своих трансляций очень размыто намекнула на то, что ей это не понравилось. Идолы становятся соперниками. Я ненавижу это дерьмо. Это дерьмо такое фальшивое. Когда я была обычной сукой из Бронкса и когда кого-то я считала фальшивкой, я могла просто подойти к суке и ударить ее. Но когда я работаю в индустрии, это так не работает. Мне приходится смотреть, как это дерьмо льется. В июне 2017 года Карди очень сдержанно просит своих поклонников не сравнивать ее с другими артистами. В свою очередь Ники Минаж очень сдержанно показывает свою поддержку Карди, танцуя в клубе под ее трек Бодак Йеллоу. Уже в августе Ники появляется на фите Оффсета и 21 Savage с песней No Flag, в котором мы видели ее надмедное отношение к Карди. Я слышала, что эти лейблы пытаются сделать такую, как я. Все, что ты получаешь, маленькая шлюха, это из-за меня. Это была более чем правдоподобная отсылка, поскольку именно в тот момент Карди уже была подписана на Atlantic Records. Думаю, многие из вас слышали теорию о том, что Карди Би была искусственно создана Атлантика в качестве противостояния Минаж, потому что у нее всегда было первенство в женском мейнстрим-рэпе. После обвинений в свою сторону Ники всех успокоила, потому как по ее словам она писала этот куплет еще за несколько месяцев до прихода Карди в индустрию. Вскоре после этого Карди сделала ответ в своем твиттере, намекая на эту самую драму. Я не беспокоюсь об этих шлюхах, не позволяйте им беспокоить меня. Также она заявила, «Я не хочу проблем ни с кем, я не хочу быть королевой, я не хочу быть такой, я просто хочу заниматься музыкой и зарабатывать деньги. У меня действительно нет времени смотреть на других женщин и что они делают. Ни у кого со мной не было проблем, и у меня нет с ними проблем». Уже в сентябре сингл Карди под названием «Бодок Йелл» занял почетное место в Billboard Hot 100, и у Ники Минаж нашлось время, чтобы поздравить свою конкурентку с этой победой. «Поздравляю коллегу с рекордно разрушающим достижением. Барди, это единственное, что имеет значение. Наслаждайся этим». Собственно, сама Карди очень мило ей ответила. «Спасибо, так много значит слышать это от тебя». В сентябре Карди Би появляется на фите с рэпером G-Easy с песней No Limit. Теперь уже все говорят о ее строчках и якобы ответе Ники. Но она сказала, что это не относится к Минаж, и строчки в целом не относятся к кому-то конкретно. В октябре обе рэперши были представлены в одной песне «Мотоспорт» вместе с группой Мигас. Пока все только размышляли об этом фите, за кадром происходила настоящая драма. Дело в том, что Карди уже после выхода трека заявила, что куплет Ники Минаж не был закончен, когда она уже была приглашена на этот фит. Уже в апреле следующего года и Карди, и Ники дают свои отдельные интервью для Bits One, уже в контексте их совместного бифа. Я просто чувствую, что это придумано в интернете. Фанатам и людям нужно знать, что произошло, потому что им интересно видеть людей в бифах. Но у меня нет на это времени. Если ты не трахаешь моего мужчину, или если ты не забираешь у меня мои деньги, то на самом деле мне плевать на тебя. Минаж была очень расстроена в своем интервью. Единственная вещь с Карди, которая действительно очень-очень задела мои чувства, это первое интервью, которое она дала после выхода «Мотоспорт». Мне было очень больно. Она выглядела такой расстроенной и злой. И единственное, что она сказала мне, это «О, я этого не слышала». Я не слышала этот стих. И я такая, что? Это действительно очень больно для меня. Я полностью поддерживала Карди, и до этого момента я не видела, чтобы она выражала мне свою любовь в интервью. И я могу себе представить, сколько девушек хотели бы быть в одном треке с Никой Минаж. Хотя по большей части я считаю, что Карди показывала свою некую любовь и свое уважение к Нике, но та считала, что все это выглядело фальшиво. Тем не менее, в мае 2008 года Минаж и Карди обмениваются комплиментами на Мэтт Галла. И это явно сбило с толку абсолютно всех. Уже в августе своеобразный мир, дружба, жвачка закончился как раз-таки из-за высказываний Ники на ее Куин-радио. «Я не знала Карди. И у меня была проблема с ней. Проблема с тем, что я сказала. Но я не собираюсь извиняться за свой язык. У тебя должна быть толстая кожа». В конце того же месяца Карди пишет загадочное послание в Твиттере. «Представьте, что вы пишете обо мне, но заблокировали меня во всех социальных сетях». И вот именно здесь мы поняли, что речь действительно идет о Нике Минаж, поскольку многие комплиментарные твиты, в которых было хоть одно упоминание Карди, какие-то очень старые твиты, они были недоступны многим пользователям. Вот эта вот самая функция, по-моему, насколько я знаю, действительно указывает на то, что человека просто заблокировали. Либо же она просто почистила некоторые твиты. В сентябре 2018 года шейд-конфликт в социальных сетях переходит уже в какой-то реально физический бой. Он прошел на вечеринке Харпер Базар во время недели моды в Нью-Йорке. Папарацци удалось заснять момент их столкновения. Пока Нике Минаж разговаривала с одним из посетителей мероприятия, Карди напала на нее сзади. Потом в голову Минаж полетел туфель. На видео можно увидеть, как охрана бросилась на помощь им двоим. Несмотря на то, что именно Карди была зачинщиком драки, в итоге именно она ушла с мероприятия с порванным платьем, без обуви и с шишкой на голове. А Нике, в свою очередь, даже какое-то время фотографировалась и делала вид, что ничего между ними не произошло. Через несколько часов Карди пролила свет на причину ее бурной реакции на это мероприятие. Я позволила тебе вылить кучу дерьма на меня. Позволила тебе врать про меня. Врать про мои достижения. Ты настраивала других артистов против меня. Говорила им, что если они будут работать со мной, ты не будешь спать с ними. Я говорила тебе это лично один раз, второй раз. И каждый раз ты говорила, что я не права. Но когда ты начала лгать о моем ребенке, лайкать комментарии обо мне как о матери, о моих методах воспитания, ты перешла черту. Я слишком много работала и прошла такой длинный путь не ради того, чтобы кто-то критиковал мой успех. В это же время Никки Минаж вообще никак не реагировала. И более того, она молчала несколько дней. Но потом вышло это. Вы знали, что когда эти кадры вышли, вы будете выглядеть чертовски глупо? Я такая злая сука, что даже не чувствовала необходимости защищаться в ту ночь. Я просто хочу, чтобы люди знали, что Никки Минаж никогда-никогда не будет плохо говорить о чем-либо ребенке. Я не клоун. Это клоунское дерьмо. То есть Никки Минаж в своем заявлении как бы намекнула на то, что все, что происходило на вечере Харпер Базар, было спланированной, абсолютно срежиссированной историей. В сентябре 2018 года они обе решили публично поддержать разных кандидатов в губернаторы от демократической партии в Нью-Йорке. Сестра Карди Хеннесси обвинила Минаж в сливе номера Карди в свои фан-аккаунты. Никки же опровергла это на Квин-радио и сказала, что она не причастна к этому. Хотя, кто знает. Также в своем шоу Минаж рассказала о том, что Карди Би предлагала ей записать еще один фит. Однако Минаж это было неинтересно. Плюс она заявила, что не она начала тот самый бой в Нью-Йорке и ей очень жаль, что Карди попала под раздачу ее телохранителя. После этого Карди сказала, что Минаж лжет, а Ники предложила ей пройти тест на детекторе лжи. Разумеется, этого не произошло. В сентябре 2018 года Минаж объявляет о прекращении вражеского огня по Карди Би. Хорошо, ребята, давайте сосредоточимся на позитивных вещах с этого момента. Я знаю, что это интересно и смешно для многих людей, но больше я не буду обсуждать эту ерунду. Спасибо за поддержку и поощрение из года в год. Люблю тебя. Карди очень позитивно отреагировала на это сообщение. Тогда все в порядке. Давай сохраним позитив. Через три недели после драки Карди сфотографировали на мероприятии в одной компании с бывшим парнем Ники и другими рэперами. Через пару месяцев после этого премия Бет втянула Минаж в историю победы Карди Би в Best Rap Album, написав в твиттере. Ники Минаж тащит ее кружевной фронт, используя фотографию Карди и поста ее победы. Минаж многие годы была хедлайнером ежегодного фестиваля Бет, но после их шейда отменила свое выступление, а также сняла с него всех своих артистов с Лейба и Янг Мани. Как оказалось, Карди также была хедлайнером Бет, и уже в тот момент она записала видео, в котором защитила Ники, сказав «это не мой стиль, когда люди опускают других людей, чтобы поднять кого-то другого». Ни для кого не секрет, что Ники Минаж 10 раз проиграла в номинациях Грэмми и не получила ни одной статуэтки за всю свою карьеру. Минаж намекнула, что игнор Грэмми и травля Бет связана с продюсером Кен Эрлихом, который всех запугивает из-за неприязни к ней. Она заявила, что расскажет о нем полную историю в своем будущем эпизоде радио-шоу. В свою очередь Бет извинились перед Минаж и заявили, что премия проведет свой внутренний аудит, чтобы подобных заявлений больше не было. В 2020 году появился некий инсайт о том, что Минаж и Карди записали совместный трек. Эту информацию подкреплял тот факт, что она была официально зарегистрирована на портале Genius, но после всех слухов она уже была удалена. Сама Карди намекала на какую-то серьезную работу в своем новом сингле, которая всех разозлит. Но, очевидно, это был намек на дуэт с Мэган, который реально навел шум в сети. Вернемся в 2022 год, когда Минаж уже вернулась после долгих лет затиши со своим новым синглом Freaky Girl. На сегодняшний день она является единственной женщиной-рэпершей с самым большим количеством number one в Billboard Hot 100, считая именно это десятилетие. После рекорда в чарте этот трек просто не мог не стать хитом из-за всех совокупных факторов и махинаций с ремиксами. Минаж вновь начала шейд, не называя никаких имен. Это я доминирую после 15 лет, после того, как корпоративные гиганты использовали лабораторных крыс, чтобы сломить меня. Но затем я родила папа Бир и вернулась в игру. Потому что мне не нужно ждать, пока гострайтеры закончат писать мне тексты и сосать им за это. Я могу писать сама со своим умением и встряхнуть эту культуру. Ответ Карди не заставил себя долго ждать, и она ответила Минаж картинкой из мультика про Золушку, где ей вместо туфельки одевают носки. Но Минаж не успокаивалась. Самое опасное решение в жизни, которое вы можете принять, это выбрать не ту сторону. Вы смотрели фильмы про супергероев. Зло процветает большую часть фильма, но никогда не побеждает. Злые сводные сестры любили жизнь, пока это не закончилось. То есть она сама начала сравнивать себя с Золушкой, а Карди Би с ее злыми сестрами. Потом там пошла целая серия твитов от Минаж, где она говорила о том, что правда выйдет наружу. В общем, ее фанаты начали, очевидно, засирать комментарии Карди Би. В общем, все начали писать, что Карди не права. И все в таком духе. Очевидно, что Карди Би уже вообще был пофигу на этот конфликт, но она не могла остановиться. И она выложила фрагмент из фильма «Дрены и девчонки» с Линси Лохан. В общем, мне очень интересно, когда же наконец-то закончится этот биф, потому что он продолжается уже много лет. И если вы хотите мое мнение, то я считаю, что я, наверное, больше на стороне Ники, потому что меня вдохновляет сам факт того, что Ники была в этой индустрии с самого начала. Она очень много работала для того, чтобы с ней начали считаться не только в поп-музыке, но и в рэп-индустрии. В то время как Карди Би платила за то, чтобы оставаться на вершине. Мы, опять же, повторюсь, не знаем точных каких-то деталей касаемо той же Ники Минаж. Но как показывает история, и было даже несколько пруфов о том, что лейбл Карди скупал вот эту вот нативную рекламу, когда вы заходите на сайт с каким-нибудь фильмом, и вам показывается новый сингл Карди. Вот именно мне не нравится вот этот вот искусственно созданный какой-то успех там за условно один-два года. То есть это исключительно какое-то вот мое мнение, вы можете со мной не согласиться, и написать в комментариях о том, что вы думаете про этот биф, как вы считаете, как вы на это смотрите. Потому что лично для меня Ники является каким-то более интересным автором, у нее более интересные есть композиции какие-то, да, хоть я и не особо люблю такую музыку. Был даже один момент на одном шоу, где Ники сказали прочитать рэп, и она подумала о новом куплете в течение двух секунд. Сможет ли так сделать Карди, не знаю. Просто от Ники у меня было всегда какое-то ощущение, что человек реально горит этим делом. Она очень много лет находится в этой индустрии, она знает правила этой игры. От Карди Би у меня, вот знаете, веет каким-то реально проектом Атлантика, который был создан, чтобы просто конкурировать с Ники. Когда Карди появилась, ее невольно начали сравнивать с Ники Минаж, потому что они действительно были похожи, точнее, Карди была похожа на Минаж. Своим каким-то стилем, флоу она заимствовала какие-то фишки. Справедливости ради скажу, что сама Минаж тоже заимствовала какие-то фишки у той же Лил Ким. Но Минаж удалось создать свой собственный какой-то стиль, и давайте будем смотреть правде в глаза, где сейчас Лил Ким и где сейчас Минаж. Мне кажется, что Минаж действительно обособленно относилась к Карди, потому что у нее был свой путь, и она, как любой артист, не хотела делить свой успех с девушкой, которая похожа на нее. У Ники Минаж реально очень много своего какого-то эгоцентризма, она очень много о себе думает, наверное, даже имеет на это полное право. Но не складывается ли у вас такое ощущение, что Карди всегда играла в какую-то бедную овечку, когда дело касалось Ники? Ну то есть она всегда пыталась прицепиться к Минаж, используя ее треки, постоянно говоря о ней в интервью. То есть складывается такое впечатление, что в принципе их начали сравнивать еще и с подачей самой Карди. Начали сравнивать, как якобы Карди умело обходит Ники Минаж в вот этих всех купленных премиях. Какая она крутая новая звезда, что Ники Минаж вообще можно выкинуть на помойку, потому что ей наконец-таки нашли замену. И я так не думаю. Все, что показала Карди Би, это то, что она может просто ориентироваться на какие-то слухи о том, что ей кто-то сказал, что кто-то кому-то сказал, что Минаж сказала о ее ребенке. Все, что она может сделать, это прийти на престижную премию, снять свои туфли и начать как орангутан кидаться на людей. Ну то есть, как по мне, это вообще неадекватное поведение. Если ты хочешь показать, что ты круче, что ты права в чем-то, не надо говорить на языке улиц. Если для тебя нормально подойти к человеку и начать его бить за то, что есть какие-то слухи о тебе или прочее, то у меня для тебя плохие новости. В принципе, какое-то недостойное поведение. То есть, все можно решить словами, люди умеют разговаривать. Когда ты находишься в такой индустрии, когда на тебя смотрят все, когда все сконцентрированы на каких-то твоих словах и прочем, поступать так, как поступила Карди Би, ну, я не знаю. А потом удивляться, что все ржут с твоих каких-то фотографий, где ты с шишкой на лбу, условно. Короче, вы все знаете, кто здесь куин. Можете написать свое мнение касаемо этого бифа. Мне будет очень интересно почитать, что вы про это думаете, потому что вроде бы я затронула все стороны конфликта, как это все происходило по хронологии. Возможно, я что-то пропустила, поэтому жду вас в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и ждите новых роликов. Увидимся.